Храм Красавиц в поселке Чапаевка был заложен в 2010 году и сегодня новая церковь открылась рядом со старой. Прихожане со стажем знают всю историю этого храма. Когда меня привезли, отец привез сюда в Чемкен, домой. Школа была здесь рядом, храм тут старенький вот этот стоял, учились. Ну, я зашла сюда, посмотрела сначала, не то что от любого, а что-то меня привело сюда. Ну, а потом уже, конечно, мне сказали, что я хожу сюда в церковь, меня немножко разбирали на классном собрании, классный час был. Ну, меня это не остановило. Я всю жизнь проработала на железной дороге и по сей день хожу в этот храм. И я очень благодарна нашему батюшке. А молодежь предлагает отдохнуть душой. Для нас это, конечно, очень большая радость. Мы приглашаем всех, всех желающих, всех православных христиан сюда, в эту церковь. Мы очень долго ждали, мы очень старались, чтобы всем все очень понравилось. Здесь очень красиво, здесь, ну, я считаю, что здесь любой православный христианин просто душой отдохнет. В честь открытия храма из Алматинского собора были привезены мощи святителя Николая. Но и в самом храме есть свои святые мощи. В нашем храме есть такие святыни, как мощи Матриона Московской Блаженной, мощи святителя Спиридона Тремифунского и частица мощей святого преподобного Александра Свирского. Все эти святые являются великими угодниками перед Господом. А при заступничестве и покровителя храма, святого архистратега Божия Михаила, я думаю, каждый получит духовное окормление и духовную поддержку. Еще раз Всех Христос воскресе! С миру по нитке Шимкенту православную красоту. Уже на входе в церковь замирает сердце. Такую роскошь не увидишь даже в Центральных соборах. Великолепные росписи оформления, гранитный иконостас. Основные иконы привезены с Украины, это иконы в иконостас. Все остальное, это в принципе производилось с материалов или привезенных с Россией кирпич в данном случае. Остальной материал по меру возможностей доставлялся, меру надобностей. Ну, у нас, сами знаете, сейчас основной поставщик это Китай. В основном все как бы привозилось. Но все очень качественно, и поэтому я думаю, что храм будет стоять не один год и будет украшением для нашего города. Рядом с храмом планируется строительство двухэтажного здания Духовно-культурного центра, в котором разместятся аудитории воскресной школы, библиотека и гостиница для паломников.